Всем привет! Рассмотрим сегодня мини-компьютер iCool Core R1, у которого 4 LAN-порта на 2,5 гигабита каждый. Поставляется мини-компьютер в двух коробках. Первая транспортная из эко-картона. Внутри более презентабельная упаковка, более розничный вариант. На ней есть схематичное изображение самого компьютера, производитель, а также его модель. Кроме того, на этих двух коробках есть краткое упоминание о комплектации, количество памяти и выбранный процессор. Внутри классическая компоновка. С одной стороны коробка с комплектующими разными аксессуарами, с другой стороны сам мини-компьютер. Если вы выбрали комплектацию с накопителем, то внутри будут разные виртуальные машины с установленными Linux-системами. На отдельном листке есть все пароли и адреса. Адаптер питания на 12 вольт 3 ампера и разъем у него Type-C, то есть это Power Delivery адаптер питания. Это именно то, чего ждут во многих других мини-компьютерах. Фактически ничего не мешает его запитать от пауэрбанка, который сможет выдать примерно 30-36 ватт. Вилка съемная, можно поменять под другие стандартные, если допустим вы куда-то поехали, или если у вас живете в стране, где другой стандарт для розеток. Кроме того, если у вас есть классический адаптер с круглым разъемом, есть переходник. Это очень круто, так как 12 вольтовых блоков питания в принципе много. В комплекте есть настенный или мониторный кронштейн. С помощью него можно повесить мини-компьютер, собственно, на стену, стол или монитор. В комплекте есть все необходимые крепления. Руководство пользователя на двух языках, китайский и английский. В принципе в нем все и так понятно, там рассказываются достаточно базовые вещи. Например, как снимать крышку для установки или замены накопителя, а также как его повесить на стену или монитор. Компактный корпус мини-компьютера выполнен полностью из алюминия, кроме верхней крышки. В базе она идет из пластика, но дополнительно за отдельную плату идет еще алюминиевая, которая играет роль радиатора для накопителя. Впереди есть кнопка включения, два порта USB на 5 Гбит. Слева есть картовод для microSD карт, USB-C и выхлопные отверстия системы охлаждения. Сзади мы видим те самые четыре LAN-порта на 2,5 Гбит каждый, Type-C с Power Delivery и HDMI. Второй бок оснащен только выхлопными отверстиями системы охлаждения. На дне есть небольшие ножки, вентиляционные отверстия и отверстия для крепления монтажной планки. Как уже говорилось, есть две крышки. С логотипом металлическая, играет роль радиатора для накопителя. В базе идет крышка из пластика, по цвету они практически не отличаются, буквально на полтона в цвете. Крышка снимается без каких-либо инструментов. Она удерживается просто в резиновых тулках за счет трения. Накопитель стоит самый простой на 128 Гбит, с M.2 разъемом PCI-Express 3.0, но у него ограничение в две линии. У металлической крышки есть небольшой выступ и через термопрокладку снимается тепло с накопителя. Я видел на сайте, что металлическая крышка продается отдельно, но возможно она идет в комплекте в той версии, где накопитель уже есть. Устанавливается на место она очень просто, прицеливаемся и прижимаем. На мой взгляд используется слишком толстая термопрокладка, потому что после установки крышки остается совсем небольшая щель. Корпус очень компактный, я приведу пример с классическим 2,5 дюймовым накопителем. Внешне он почти как кубик. Но чтобы не сравнивать с каким-то предметом, я просто взял штангенциркуль и измерил его со всех сторон. Этот почти кубик получился 75 на 75 на 50 миллиметров. Весит это устройство в полностью металлическом корпусе 307 грамм. При первом включении я пробегусь по всем меню BIOS, оно очень обширное. Скорее всего это какая-то базовая версия АМИ BIOS, у которого не заблокированы никакие функции, но большинство из них не работают или окирпичивают устройство. Если оно кому-то не нужно или не интересно, предлагаю просто промотать примерно полторы минуты вперед. Но для истории я это запишу и оставлю это в видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее как всегда протестируем в нашем привычном пакете программ. Сердцем мини-компьютера является процессор Intel Celeron N5105. Это в принципе до дыр изученный процессор на 4 ядрах. Чего-то принципиально нового он не покажет и он равен примерно базовым каким-то моделям на Sandy Bridge в районе i3 процессора. В данном компьютере распаяно 8 гигабайт LPDDR4 памяти. Один канал, ничего выдающегося. В Cinebench тоже ничего принципиально нового мы не увидим. Процессор известный. Как работает память в одном канале тоже известно. Поэтому результаты вполне типичные. Так как процессор сам по себе не мощный и его графика такая же, плюс здесь один канал памяти, хоть и LPDDR4, выдающихся результатов в 3D марке или в игровых тестах не будет. Но я их приведу также для сохранения в истории. Мало ли когда придется с чем сравнить. Аналогичные результаты можно увидеть также и в Киберпанке. Играть скорее всего будет невозможно. Даже если поставить FSR ультра производительность, будет дичайше мыло и все равно тормоза. Поэтому эти игры точно нет. А вот дальше посмотрим. В CSGO можно как-то поиграть на минималках. Бывают периодические фрезы. Это видно по минимальному счетчику кадров. Но в принципе при желании можно поиграть. Абсолютно то же самое относится к доте. Только здесь нет таких редких замираний. А счетчик максимальной частоты кадров немножко врет. Сотки я там не видел. Но более-менее стабильные в районе 30 кадров получить можно. Повторю, что процессоры изучены и давно известно, что они нормально воспроизводят 4К видео. Поэтому здесь никаких сюрпризов. Все воспроизводится, все нормально. Пропусков практически нет, кроме тех, что были в начале, в момент разворота окон. А теперь более интересная деталь. Это шум и нагрев. Нагрев у этого мини-компьютера небольшой. Как можно увидеть, в районе там 77 градусов. Но Аида упорно регистрирует троттлинг. Хотя какого-то сброса частоты нет. Скорее всего, это сырость прошивки. Так как в игре тоже регистрировался троттлинг. Но фактически тормозов каких-то не было. Поэтому я думаю, это просто ошибка. А вот что меня напрягало гораздо сильнее, это то, что этот мини-компьютер работает практически на одинаковых оборотах всегда и всегда достаточно шумно. Система охлаждения никак не реагирует на любые настройки в биос. Поэтому он всегда в одной паре. Рядом с ним находиться проблематично. Он всегда шумит. В принципе, если рассматривать его как какое-то сетевое устройство, например маршрутизатор или какой-то виртуальный сервер, то проблемы нет, если он находится где-то в шкафу или на удалении. Но рядом с ним шумно. Далее по традиции разберем устройство. И тут примерно как у большинства мини-компьютеров. Идет просто плотная компоновка, небольшая материнская плата. Но здесь есть небольшое отличие. Материнская плата здесь состоит из двух плат, соединенных двумя шлейфами. Поэтому мини-компьютер получился компактный по горизонтали, но немножко увеличен по высоте. Решение, в принципе, интересное, местами правильное и достаточно неплохое. Качество сборки отличное, претензий нет никаких. Данный мини-компьютер примерно такой же, как и другие образцы на процессоре 5105 или 5095. Но у него есть 4 LAN-порта и, соответственно, у него есть возможность превратиться в какой-то маршрутизатор, с которым вы захотите поиграться сами. Или в виртуальный сервер, или еще какой-то фаервол, допустим. Все в ваших руках. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо. Всем пока.